Такие, какие-то, знаете, закулисные, тонкие, из уст в уста переданные, шепотом факты, я приехала сегодня вас слушать. Всем привет, меня зовут Оксана Терехова, это канал о профессиональной индустрии красоты. Я давным-давно уже обещала вам ролик про нитевые подтяжки, в частности про нити Аптос, и обещала рассказать, как я пользовалась, как я ставила эти нити. Я проходила с ними два года, свои отдельные впечатления. К слову, пока я собиралась с мыслями, компания пригласила меня, которая представляет Аптос в Украине, Топ Космитекс, пригласили меня на семинар Аптос. И мне фактически хотелось посмотреть, для чего. То есть я пошла на семинар для врачей, чтобы посмотреть результаты гистологии. То есть я пошла посмотреть не для того, чтобы послушать о преимуществах Аптос, о том, что это замечательные какие-то нити, и что они с насечками и так далее. Я это знала все и тогда. И вообще такие семинары собираются не для того, чтобы рекламировать и привлекать новых, а для того, чтобы среди тех, кто работает, доводить новые научные, медицинские, подтвержденные факты исследования, гистологию, биохимию. То есть вот такие вот медицинско-химические вещи. И удивилась снова, что не имея высшего медицинского образования, где-то 90% докладов мне были понятны и интересны, самое главное. Когда нам необходимо создать объем, мы нити вводим под душе. И опять же, это тот же самый слой подкожно-жаровой перчатки. Ни в коем случае мы не захотим в слой смаз. Возможно, мы очень английское и проходим касаемо его, но самое главное – это собрать в объем мягкие ткани и переместить туда, непосредственно, куда нам необходимо собрать в объем. И очень часто получается, что при помощи нитевой подтяжки возможно получить хороший объем чешно-скуловой области без какого-либо дополнительного использования наполнителей. Итак, первое, что мне понравилось. Нити Аптос не вызывают каких-либо фиброзов в коже. Они растворяются полностью через 8 месяцев, по-моему, через 9 месяцев. Я еще запомнила это с периодом вынашивания ребенка. И полностью растворяются в коже, вырабатывая коллаген. То есть кожа вырабатывает на их присутствии коллаген, но при этом они сами растворяются полностью. О чем это говорит? Это говорит о том, что последующие подтяжки не страшны. То есть не вызывает никаких тяжей, не вызывает никаких осложнений, связанных с нарушением структуры и так далее. Фиброзных волокон вокруг нити и насечки. Большое количество и коллагеновых, и эластиновых волокон. Реакция на чистую полимолочную кислоту. И вспоминайте, как образовывалась капсула в сочетании полигапролактон и полимолочная кислота. Я хочу показать, как меняется коллаген до имплантации нити. То есть насколько большое количество разрушенного коллагена и вакуализированный эластин. Но она не будет. Плотный эластин через месяц после имплантации. Обратите внимание, практически нет разрушенного коллагена. Клетки, которые отвечают за данную реакцию, это фибробласты. Небольшое количество фибробластов до процедуры пациентки 50 лет. Незначительное количество в тканях. Практически все они представлены конечной формой фиброцитов, которые не стимулируют коллаген. И большое количество фибробластов как раз через месяц после имплантации нити. Ну и теперь быстро покажу вам буквально два клинических случая. Как раз, чтобы показать не просто лифтинг, а регенерацию. Вот оно, что это такое. Это изменение коллагена и эластина в том числе. И еще одна пациентка. Опять же, как это объяснить? А это даже не столько коллаген, а на мой взгляд это эластин дает сокращение кожно-жирового лосфута. Следующее, что мне понравилось в докладах, это в том, что использовать нити Аптус можно на любые участки. Рассказывали даже, что используют для носа, для коррекции носа. Для меня был вопрос, а как это делают? Оказывается, приподнимают кончик носа. Если носик вот с возрастом ползет вниз, говоря о возрасте, то его просто приподнимают вот здесь вот, чуть наверх, такой легкий эффект ринопластики без скальпеля. Правильно подобранный пациент – это уже практически половина результата. Мы должны понимать, что нитевая подтяжка не может заменить фрезертик. Она может заменить фрезертик только в тех случаях, когда пациент от него отказывается. Да, у меня было немало возрастных пациентов. Мы сейчас уже в течение последних несколько лет у нас есть программа такая некая, которую мы ведем в нашей клинике – это пациенты 70+. И многим из них мы вообще проводим эти процедуры, комбинированные процедуры, практически бесплатные, по большим скидкам нам просто интересно. Еще один момент, который используется, сейчас больше набирает популярность – это подтяжка груди. Используют, ставят для подтяжки груди несколько видов нитей. Они отличаются немножко по своему виду, по составу, по количеству насечек. Но, тем не менее, делают такие подтяжки, чтобы подтянуть грудь. При этом малый травматичный эффект, при этом малая реабилитация, несравнимая, конечно, с хирургической подтяжкой груди. Для тех, хорошо, у кого есть птоз, но при этом нет сильно растянувшейся кожи, ткани не увеличились, их не стало больше, а просто грудь опустила и повисла. Но в целом ничего там отрезать не нужно, вмешиваться в работу молочной железы не нужно. Вот кому это подходит, тому тот с удовольствием выбирает такой способ. Да, нужно повторять. Да, чем тяжелее ткани, тем повторять нужно чаще. Но люди выбирают тех, у кого, кому не подходит, по каким-то показателям абсолютно не подходят другие виды хирургии. Что касается лица, что касается второго подбородка, особенно без жирового пакета, да, тогда, когда без жирового мешка, именно когда подбородок свисает просто с возрастом. Что касается всех видов подтяжек, с не тяжелыми тканями, не с большими излишками кожи, и, по сути, это то, с первой из того степени. Это идеальный пациент, тогда пациент, с которым вы уверены, что вы получите точно, получите хороший, полноценный, долгосрочный результат и, может быть, даже обойдетесь без какого-либо комбинированного, без какого-либо комбинированного вмешательства других линейок. Мониза услышала, что идеальный возраст – это 35-55 лет. Для нити 35-55 лет. Могла ли я это услышать раньше из уст врачей? Ну, почти нет. У тех врачей, кто не работает с нитями, нет, потому что если они не работают, они, понятное дело, не рекомендуются. А тех, кто работает с нитями, наоборот, понятное дело, что им интересно, как можно больше их ставить. Поэтому вот такие, какие-то, знаете, закулисные, тонкие, из уст в уста переданные, шепотом факты я приехала сегодня послушать. Пациентки среднего возраста, вот в ОХВ, она везде была классическая, хирургическая блефоропластика области нижней пиры. Как видите, на рисунке из одной точки мы проводим имплантацию пяти нитей, которые с каждой стороны обязательно с переходом на спинку носа. И обязательно приподнимают ткань в области на сослезные борозды, что позволяет потом ей быть в более высоком положении и в том числе даже обеспечивать лимфоток в лучшем варианте, особенно если в анамнезе у пациентки филеры в этой области с абсолютно характерными такими возможными явлениями, как послозность, отеки или визуализация филеров. Манипуляция, даже несмотря на разницу освещения, я думаю, что разницу по качеству ткани в этой области можно заметить. Но это придумало только начало этих качественных изменений, чем дальше тем, больше они были заметны. Я хочу сказать, что технически абсолютно несложно было проводить у нее эту манипуляцию, несмотря на то, что после классической хирургии однозначно ткани изменены. Вот как раз в отличие от филерной коррекции, нитей в облифоропластика позволила получить у нее хороший результат, потому что она хроническая злостная курильщица. Что не будет, сделай не быстро, на операцию я не готова. И вот как бы то, что мы получили, работая двумя упаковками. Пациентка осталась довольна, одноклассники были счастливы, она выглядела лучше всех. В принципе, реабилитационный период прошел достаточно легко. Ну вот как вам, как пример привожу, все остались довольны всего двумя упаковками Аптос, чего достигнут филер, она практически была невозможна, другими методами в таком быстром темпе. Следующая моя пациентка, она как бы следит за собой и учитесь ответ, вот вы видите, до. В принципе, лицо без выраженных морщин, да, но лицо такое вот плоское, без каких-то таких признаков молодого лица. Так она выглядела сразу после процедуры, действительно здесь гиперкоррекция, она отечная за счет амстезии. И вот пациентка пришла через полтора месяца. Посмотрите, лицо выглядит гораздо морожее, потому что оно приобрело таки более четкие очертания, привычные болотые сгибы. Пациентка осталась тоже очень довольна. Было использовано две упаковки Аптос. Процедуру, операцию того же самого поислифтика с маслею ксигалитетомии. Но как такового метода, продукта, и тем более производства этих продуктов, то Марина Андреевича не существовало. Это был первый инноватор, который как раз собрал все вместе воедино. Продукт, метод и, соответственно, и мы начали производство этих книг. Антитодис – это основная как раз и задача нашей книги, поэтому мы их называем Аптос, и уже 22 года этот проект реализируют на мировом рынке, и практически, наверное, нет термотокосметолога и пластического хирурга, который хотя бы не слышал о методах Аптос, и я уверен, что большинство из них используют это в своей практике. Если что-то осталось непонятно, пожалуйста, пишите в комментариях под видео, я постараюсь ответить как можно быстрее. Увидимся в новых роликах, всего доброго, пока-пока.